Позади новогодние каникулы. Кто-то проводил их активно, катался на лыжах, гулял на свежем воздухе. Однако многие, признаюсь я не исключение, лежали на диване, плотно кушали, ну а кто-то еще и выпивал. Все это негативно отражается на организме. Как привести себя в тонус и сколько времени на это потребуется? Этой теме по традиции мы посвящаем наше первое в новом году интервью. А у нас в гостях Инна Вейцман, эндокринолог, врач высшей категории. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вновь видеть в нашей студии и как раз в начале рабочего нового года. По традиции, как я уже сказала, не будем говорить о всех проблемах, которые мы принесли сами себе, а будем говорить о том, как их теперь решать. Самое время устроить себе так называемые разгрузочные дни. Но что это такое и как правильно подойти к этой процедуре, чтобы не навредить? Да, вы правильно заметили, что новогодние праздники приносят не только нам удовольствие, но и, к сожалению, лишние килограммы, которые тоже зарабатываются на фоне удовольствия. Вырабатываются эндорфины, когда мы принимаем вкусную и в том числе жирную пищу. Поэтому наш организм, он как большая машина, очень умная машина, требует как раз в каких-то случаях как раз разгрузочных дней, чтобы те токсины, те шлаки, которые накопились в кишечнике, были переработаны. Поэтому, конечно, говоря о метаболизме, а метаболизм – это процесс химических реакций, его нужно несколько увеличить после новогодних праздников. И разгрузочные дни, они как раз направлены на это. Кто-то из людей чувствует потребность именно в разгрузках, а кто-то не чувствует потребность. И, конечно, сколько требуется разгрузочных дней, сколько по времени будет приходить в норму организм – это индивидуально. Ну, то есть это не обязательная процедура? Вы говорите, что кто-то чувствует, что это необходимо, а кто-то не чувствует, да, там, умышленно не встает на весы и думает, что у него все в норме, в общем-то. Да и, в принципе, организм бодренький. Или все же необходимо вот эту процедуру совершить? На самом деле здесь нужно четко понимать психологически, требуется она и готов ли сам человек вступить, так скажем, на рельсы детоксикации. Далеко не каждый человек чувствует потребность. У кого-то начинается очень интенсивный рабочий режим, он сжигает калории и так далее, а у кого-то начинается, например, дистанционное обучение или продолжается. Тогда действительно нужно сделать те дни, которые будут малокалорийны, которые принесут пользу нашему организму. Давайте чуть подробнее. Вот, предположим, я понимаю, что разгрузкам неопределенно необходимо. С чего начинать? Только ли налегать на яблоки и овощи, да, на фрукты имеется в виду, на чистую воду или есть какие-то еще рецепты, меню? Да. Вообще процедура детоксикации, она должна, во-первых, к ней нужно подготовиться и знать, что есть показания и противопоказания, самое главное. Мы сейчас с вами говорим уже о модном слове детоксикации, не разгрузка, или это схожие понятия? Детоксикация, она входит в разгрузочные дни, потому что эффект детоксикации будет в разгрузочные дни. Но разгрузочные дни – это то же самое, есть противопоказания. Если у человека имеется какое-то заболевание, предположим, желудочно-кишечного тракта, либо метаболическое заболевание, тот же сахарный диабет, предположим, лучше это все обсудить на приеме с диетологом. Если уже у человека нет каких-то серьезных проблем со здоровьем, то разгрузочные дни принесут пользу. Если человек к ним готов, а готов – это значит, он будет их выполнять, он знает, какие продукты питания он будет принимать, сколько по времени и так далее. То есть я хочу сказать, что если разгрузочные дни делать нерегулярно, эффективность от них будет минимальной. А с какой частотой необходимо? Раза два в неделю, то есть не чаще двух раз в неделю. Вот знаете, здесь можно привести аналогию с постом православным. То есть два раза в неделю, предположим, православные… А на годня достаточно будет ли разгрузки? В принципе, да, но два оптимально. То есть когда не принимаются тяжелые продукты, например, в пост, да, это там белок тяжелый и так далее, мясо. А вот когда мы говорим о разгрузке организма после праздников, нам нужно использовать либо фруктовые дни, то есть полтора килограмма яго съедать, либо это будет огуречный день, огурцы полтора килограмма, полтора, два килограмма огурцов плюс вода, обязательно не менее двух литров. Огурцы еще очень хорошо снимают отеки, потому что еще жидкость в организме задерживается. Есть творожно-кефирные дни и так далее. То есть сделать два раза в неделю, но они должны быть регулярные для получения эффекта. Правильно понимаю, что мы сейчас с вами не говорим и никак не сравниваем это с диетой. Диета – это все же что-то длительное. Диета вообще переводится как образ жизни. То есть это постоянный, вот в нашем обывательском смысле, набор продуктов диеты, да. А разгрузочные дни – это ограничение колоража в определенные дни и использование тех продуктов, которые содержат очень много клетчатки. Не стоит забывать и про физическую активность при этом. Однозначно, да. Да, ведь мы говорим с вами о том, что вот 10 дней мы отдыхали, кто-то активно, кто-то менее активно. И потом сразу сели за рабочие столы, за свои компьютеры. Вот в этом случае что делать? Бежать в фитнес-зал? Не тут-то было, уже все места заняты. Я вчера пыталась записаться в один из клубов. Верно замечено, что наши калории, они тратятся на три большие группы определенных метаболических процессов. Во-первых, это физические нагрузки. Во-вторых, это переваривание той же самой пищи. И третье – это отдых. То есть даже при отдыхе у нас тратится 60% калорий. То есть, когда мы выходим на работу, нам правильно нужно соотнести режим работы и режим отдыха. То есть не забывайте, как бы 20 часов в сутки не погружайтесь в работу. Это не принесет хорошего эффекта. Поэтому, когда мы выходим на работу, все-таки какие-то физические нагрузки, пусть это ходьба по этажам, предположим, да, или каждые 30 минут, когда вы сидите, встали, постояли 5 минут, или сделали какие-то упражнения. Это очень важно. Есть такое даже, опять же, такое слово, ну, как бы народное применение. Это разгонять метаболизм, это называется. То есть увеличивать скорость реакции. Когда мы стоим, например, у нас больше расход калорий, нежели когда мы сидим. Вот такие моменты. Ну и старайтесь все-таки проанализировать ваш режим питания. Пусть это будет завтрак, обед и ужин в определенные часы, а не еда на ходу там или в машине какие-то перекусы. То есть сделать какую-то систему. Система всегда работает. И плюс те продукты, которые содержат меньше калорий. То есть меньше сладкого, соответственно, меньше фастфудов, меньше жиров. Пусть это будут более правильные овощи, да, 400 граммов в сутки. Либо это белок будет мясо отварное, либо это будут орехи различного рода на перекусы можно использовать. Вот это будет более правильное вхождение в рабочий график и без прибавки веса. Ну да, получается, что режим должен быть по всем и в питании получается. А что делать с тем режимом, который мы нарушили, просыпаясь в полдень, засыпая тоже ближе к утру. И вот теперь к семи на работу. Будь добр. Это вот стресс для организма, вот по себе опять же говорю. Вот вы правильно заметили, потому что каждое просыпание, каждый день, это уже стресс для организма. Это активация дат почечников. А если еще до этого вот так было? Да, то есть мы изменили привычный образ жизни, естественно, это будет стресс выраженный. Но сон, полноценный сон, это путь к нормализации веса. Я вам скажу, что люди, которые спят меньше 6 часов в сутки, имеют в талии плюс 3 сантиметра в отношении тех людей, которые спят больше. А спать надо 7-9 часов. Поэтому, конечно, немножко время упустили, но обычно при переходе к режиму работы уже, да, нужно изменить свой сон, пораньше ложиться, да, пораньше вставать, чтобы это было более мягкий период. Да ведь не так просто себя заставить. Это так. Пыталась я лечь вчера в 10 часов. И чего, до 12, так и провалялась. А теперь вам нужно каждый день в 10 ложиться, приучить свой организм. Поэтому сон полноценный, это очень важно. И не забывайте, что если мы в течение недели не досыпаем, а потом в выходные пытаем наверстывать, да, это неправильно. Все равно наши килограммы набираются. И еще один очень важный момент. Если мы не спим, мы едим. Поэтому чем дольше бодрствует человек ночью, тем больше у него вероятность, что он подойдет к холодильнику и наестся. Поэтому даже с этой точки зрения сон, ранний сон, он полезен. Знаете, мне хочется вернуться еще к теме про детоксикацию. Насколько это безопасная процедура? Ее необходимо проводить дома или есть какие-то медицинские показания? Может быть, я приду к врачу и со мной какие-то процедуры проведут. Можно ли это сделать медикаментозно? Да, есть два варианта. Есть в домашних условиях, опять же, если в состоянии полного здоровья. Есть вариант как раз медицинских процедур определенных, в том числе и медикаментов, которые подбирает уже врач. Как правило, это врач-диетолог, нутрициолог. То есть ведется курс детокса. Это курс проводится. Если мы в домашних условиях решили этим заняться, это неплохо. Потому что те продукты, которые используются, это в первую очередь продукты, богатые клетчаткой. Они в виде смузи используются. Вот они как раз сорбируют на себя те токсины, которые находятся в кишечнике. Можно и нужно. Немножко к другой теме. Достаточно у нас морозные были выходные, новогодние праздники, минус 40. И тут первый рабочий день минус 8 уже. И мне кажется, что многие люди заметили вот эту разницу температуры на себе и в своем физическом состоянии. Вот что делать, если вдруг почувствовал недомогание? Это нормальное явление или уже стоит бить тревогу? Здесь нужно рассмотреть два варианта. С одной стороны, если это было кратковременное какое-то состояние, оно может быть связано с изменением температуры, может быть с магнитными полями. То есть мы же все дети природы, не забывайте, хоть мы как бы считаем себя очень высоко стоящим на эволюционной лестнице. Все в нашем организме подчиняется законам природы, в том числе закон сохранения энергии. Когда у нас было на улице минус 40, у нас был определенный метаболизм, который накапливал калории и очень много расходовал на поддержание температуры тела. Когда стало минус 8, скорость метаболизма изменилась. И таким образом это может проявиться в виде вегетососудистых изменений. Это может быть слабость выраженная, это может быть неустойчивое давление, может потливость быть, остыния выраженная. То есть различные варианты. Если это было кратковременно, ну и плюс стресс выхода на работу, это же тоже очень важная активация надпочечников. Чем старше человек, тем хуже у него на стресс реагируют надпочечники. Так вот, нужно четко понимать, что когда изменяется, когда кратковременное такое состояние, оно не является поводом для обращения к врачу или тревогой какой-то, чтобы стало. А вот если мы понимаем, что это постоянно, независимо от других внешних факторов, тогда это уже будет повод обратиться к врачу. Ну и давайте в завершении нашей беседы еще раз напомним, подчеркнем, что все, о чем мы с вами сегодня говорили, нужно делать вдумчиво, грамотно, а не так вот, что сел на диету или там занялся детоксом и бездумно сидишь на этих смузи. А тебе все хуже и хуже. И не знаешь почему, а ты думаешь, пользу себе делаешь. Да, я хочу сказать, что не каждому человеку все подходит. Поэтому если ваши коллеги, подруги занимаются и имеют эффект какой-то от детокса, совершенно не факт, что это будет польза вам. Поэтому вы подбираете те методики, которые хороши для вас. Если вы сомневаетесь, так скажем, в процессах пользы, вред, лучше посетите диетолога или эндокринолога, который вам даст рекомендации по поводу вот этих всех процедур. Ну а нас эндокринолог уже посетил, и все рекомендации, которые нам были необходимы, мы получили. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Ну а я напомню, что сегодня у нас в гостях Инна Вейцман, эндокринолог, врач высшей категории.